Коллеги, давайте покажем сейчас карту. Это карта от Американского института изучения войны. По данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, на Харьковском направлении российские войска ведут оборону ранее занятых рубежей. Сейчас видите как раз Харьковскую область. Напомню нашим зрителям, что синим цветом обозначена территория, которая была освобождена Вооружёнными силами Украины. На Краматорском направлении, Краматорск это Донецкая область, вот город, как раз тут чёткая линия, это Славянск, Краматорск, Дружковка. На этом направлении российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в нескольких районах штурмовыми действиями. Российские войска пытаются продвинуться в районе населённого пункта Григоровка, бои продолжаются. Российские войска продолжают попытки штурмовать это направление. Будущая цель российских войск это выйти как раз на Славянск, город Донецкой области, ну и естественно на Краматорск. Следующими действиями Вооружённые силы Российской Федерации пытались установить контроль на территории Углегорской. ТЭС, вот этот район, это возле Горловки Донецкой области, вот как раз возле водохранилища, возле Нового Луганского. В этой ТЭС там хотели улучшить российские войска тактическое положение также и в районе Доломитного, это тоже недалеко от Углегорска. Украинские военнослужащие отбросили российскую армию на прежние позиции. Авдеевка, Курахово, Новопавловское и Запорожское направления, чуть отдалю, чтобы вам было более понятно, там продолжаются обоюдные обстрелы позиций по линии столкновения. Российские войска наносили авиационные удары в районе населенного пункта Малые Щербаки, Южнобужское направление. Там российские войска продолжают систематические обстрелы гражданской инфраструктуры и ствольной реактивной артиллерии по линии столкновения. Ну и добавлю также, что украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение, скопление живой силы, военной техники российских военнослужащих и складов с боеприпасами. Есть также информация, мы уже сегодня ее озвучивали, об ударах по складам боеприпасов на территории оккупированной Российской Федерации. Это сразу несколько городов. По данным СМИ, взрывы были слышны в Кадьевке, это Луганская область, как раз это место сейчас на ваших экранах. Это возле Брянка, Алчевск, Петровка, Алмазная, рядом это все. Также в Харциске, это Донецкая область. Ну и добавлю, что Сергей Гайдай, глава Луганской областной военно-гражданской администрации, комментируя сегодняшнюю ситуацию на территории Луганской области, он заявил, что российские войска пытаются прорваться от Лисичанска на запад, от Лисичанска в Донецкую область, рвутся в сторону Северска, это Донецкая область, также сейчас этот населенный пункт, на ваших экранах.